Заведены без рамочки, но соблюдаются, не дай бог, что-то не так сделают. Есть семьи, где все будет складываться, по ходу дела решаем все проблемы. Более того, есть прецеденты, когда эти правила были формализованы на национальном уровне. Острой был принят, как у вас закон о том, как себя должна жена вести, что дети боятся. Разная степень, и по-разному каждый раз решали приспосабливать. Что нужно вам? Нет абсолютно каких-то правильных костылей. Кому-то больному правильно, здоровому не нужно, будут тормозить. Это инструмент, это средство, это способ. Если вам нужно делать, если у вас постоянно меняются исполнители, остается маленькая верхушка, и вам нужно передавать все время эти знания, наверное, эффективно зафиксировать и оформляться, чтобы быстрее обучать и передавать следующим, новым, который приходит. Мне кажется, если мы говорим об устойчивости организации, то такое должно быть. Опять же, не то, чтобы кто-то сказал, а потому что вам же будет это удобно. Если вы умеете этим путь, если вы умеете, не делайте, не надо. Это будет хуже, только будет отвлекаться на лишнюю формализацию. Вы сказали, у вас есть HR-стратегия. Нет, у нас не HR-стратегия, у нас есть управление персоналом, включено в нашу общую стратегию. Вы же должны себе отдавать документы, что мы хотим. Для какой-то компании очень важно, для того, чтобы привлекать самых профессиональных людей на рынке, и быть в состоянии оплачивать их услуги так, чтобы ни один конкурент, ни в состоянии было управление. А другая компания, для нас важны люди другие, для нас важны те, кто стремится к росту развитию. Мы, скорее, берем полупустые стаканы, их наполняем, дальше им берем полный и сливаем осадок. То есть, ну, стратегия, скорее, в этом, в отношении к ресурсной базе, и с тем, что вы с этой ресурсной базой будете делать, когда она в организацию попадет. Написать там толстый документ. Знаете, как много компаний, у которых написано HR-стратегия? У нас документы, я вам скажу, это 4 слайда PowerPoint. Ну, вот, да. Но мы над этим працювали долго, и мы думали. То есть, если мы разумеем стратегию компании, то мы ждем, как HR может помогать, чтобы эту стратегию, а это тоже есть. И тогда, и с этого будет... Хорошо. Да, так он... А она нам понимает, да? Нет, понимаете, там, наши слова HR-стратегии обратили до понятия там толстенного толмуда, который, как правило, создается методом copy-пейс, с прошлой работы, кладет успешно в стол, и все. И дальше я сижу, значит, это функция администрирует, там, интервьюирует всех подряд, там. Ну, вот это как раз хороший пример по поводу ценностей, как их понимают по-разному. То есть, каждое слово мы понимаем по-разному. Вот мифы, да? Хочу, чтобы вы говорили, что вы сказали, что потребен HR-директор громадским организациям. Я, насправді, ну, не про кризис, чтобы выражать грамадские организации, бизнес-прибутковые, неприбутковые. Потому что есть организации, есть группа людей, которые связаны с ее целью. То есть, эти люди объединялись для чего? Для того, чтобы. И не важно, на каких они правах працуют, с какими целями. И, вот, у меня там недавно был такой досвід Международный фондовидорожник, я организовывал такие тренинги для громадских организаций. И мы за этот день проходили функции менеджмента. Я говорила с точки зрения бизнеса, и только там, с точки зрения, которые пишут там книжки по менеджменту, и те, как работают на компании Киевстаг. И, насправді, воно все линкуется на цей организации, на громадские организации. Потому что подход, там, я думаю, Ніна меня не подправит зараз, но я все еще уверен. Как в семье, так и в будь-якому суспільстве, так, подходы и принципы, и инструменты, и різные. Питание – подобрать те, что для нас важливое. И, по-моему, вважать, что это громадская организация, в ней там немае великого финансирования. Вибачьте, в компании точно так же может быть. В ней может зараз працювать в кредит, в ней, в ней, в ней, в ней, может быть, финансовый. И питание – как так организовать работу, чтобы завтра отримать великие прибутки. Питание умов и целей. Но правила, инструменты, и обеспечения.